Субтитры делал DimaTorzok Денис Суботин, который перед началом сезона тренировался в Сосновой МФК Тюмень Матчи были серьезные, когда выходил на гимн, можно сказать, всего трясло Но потом вошел в игру, все было хорошо, эмоции самые замечательные и необычные Вызов в национальную команду 15-летний голкипер получил впервые Вратарь сборной Меодрак Аксентиевич уже отмечал его желание стать лучше в профессиональном плане Хочу сказать про Дениса, который только две тренировки здесь Один из молодых ворсалей, для которого я могу сказать, что если продолжить так работать, станет очень известным вратарем Я, конечно, очень рад был, это было неожиданно, как я так самый молодой игрок и равно Поначалу было трудно, но потом освоился Будем стараться, чтобы вызвали еще раз поехать в сборную России, защищать честь После трехнедельной паузы возобновляется чемпионат России по волейболу среди женских команд высшей лиги А Девушки из Тюмени и Тюмгу поединки четвертого тура проведут на своей площадке Подопечные Валерия Рожкова 11 и 12 ноября примут нижегородскую Спарту Ворский коллектив перед началом сезона специалисты не причисляли к фаворитам чемпионата Однако факт остается фактом На старте турнира Спарта выиграла все шесть матчей Достойно начали сезон и Тюменки Команда Валерия Рожкова победила в трех матчах из шести Причем, если говорить о поражениях, два из них были допущены на тайбрейках Матчи в спорокомплексе здоровья будут начинаться в 16 часов Ощущение дежавю Именно оно посетило как зрителей, так и участников повторного матча между Тюменью и Оренбуржьем В рамках чемпионата страны по волейболу среди команды высшей лиги Б Как и в первой встрече, сибиряки диктовали условия А гости предпринимали пусть и не робкие, но не особенно удачные попытки этому помешать Хозяева вновь играли основным составом, а потому никаких сомнений в их превосходстве не возникало В стартовой партии они позволили оппонентам набрать 15 очков Команда Тюмень объективно сильнее По подбору игроков, по структуре клуба Это первая команда У нас сейчас и в первой команде, скажем так, финансовое положение не очень хорошее По вторую команду не приходится говорить Мы играем практически одной группой подготовки без усиления А результат, ну, закономерно Вторая партия исключениями с правила не стала И хотя тюменцы проводили 6 матчей за 8 дней, недостатка эмоций или мотивации у них не наблюдалось И дело спокойно бы и дальше пошло по накаты, но в дебюте третьего треска произошел небольшой сбой, что вылилось в неудачный дебют 3-7 Концентрация упала и устала, сами понимаете 6 игр за 8 дней, это очень тяжело А львиную долю ребят, которые в составе играли, несли нагрузки Поэтому оно все, и внимание немножко уже не то, и концентрация, и поэтому такие ошибки Ну, в принципе, так и плавно, как бы, ну, то есть, я так и думал, что третья партия будет самая тяжелая Впрочем, достаточно быстро все встало на свои места Задерживаться в спорткомбассе здоровья на четвертый сет в планы тюменцев не входило Они быстро напомнили, кто в доме хозяин Завершили партию с разницей в 7 очков, а Шульга в концовке успел полностью сменить стартовый состав Все равно еще рано судить, насколько качественный у нас волейбол Бывают какие-то моменты чистой игры Но в целом еще работы много предстоит Девочка по имени Саша стала музой хоккеистов Рубина в очередном матче чемпионата ВХЛ Сибиряки принимали рядового соперника с принципиальным тренером В гости пожаловала Рязань под руководством Мисхатов-Охрудинова Перед матчем вратарь Рубина 2007 Александра Полонник передала игрокам коробку с подарками А Николай Бабенко зачитал им письмо от преданных фанатов Болельщики попросили нас, чтобы мы выложились на полную Отдавались игре то, что они переживают за нас Мы и так это все понимаем Постарались нас мотивировать Мы очень хотим их порадовать и постараемся сегодня это сделать Вообще на самом деле вот такие вещи мотивируют? Или в сложившейся обстановке под давлением уже тяжело на что-то реагировать? Только на игре сосредоточены? Нет, конечно мотивируют Я сделала поделку их фотографии и нарисовала им рисунок Там были все хоккеисты нашей команды, любимой И поэтому я решила их всех вырезать и сделать им сюрприз такой А вообще вот что тебя сподвигло к этой идее, к этой мысли? Ну чтобы их подводрить, чтобы они начали хорошо играть и верили в себя Статистика первой 20-ти минутки красноречива 27-3 по броскам в нашу пользу Однако успеха добились гости Причем Михаил Милехин даже не пытался отправить шайбу в сетку Но в гол его передачу конвертировал конек Ильдара Валеева Благо на этом злоключения сибиряков подошли к концу Следующие три шайбы ушли в нужном направлении Кирилл Милехов, Антон Угольников и вдохновленный Александр Хридотов Практически перечеркнули надежды гостей Сергей Купцов поставил красочную точку в локальной войне 4-2 У меня были причинствия, что нам будет тяжело Потому что мы играем четвертую игру на выезде с усеченным составом Вот и все Оно оправдалось Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!